Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий Андрей Печеян. В 1937 году русский религиозный философ Иван Ильин писал по поводу кризиса современной ему культуры. «Культура нашего времени всё более обособляется от христианства. Но не только от него. Она вообще утрачивает религиозный дух и смысл, и дар. Она не перешла ни к какой новой религиозности. Она не обратилась даже к поискам новой. Отделившись от христианства, она ушла в безрелигиозную, безбожную пустоту». Не прошло и 20 лет, как были сказаны эти слова. И тонкий наблюдатель, аналитик, знаток культуры, протеерей Георгий Флоровский, подметил основную тенденцию уже своего времени. «Главное, — пишет он, — напряжение сегодня не между верой и неверием, а между соперничающими верами». Это было сказано 50 лет назад. А что происходит сегодня? В каких взаимоотношениях находится культура и христианство? На эти вопросы отвечает священник Владимир Соколов в книге «Мистика или духовность? Ереси против христианства». Об этой книге далее в нашей программе. По словам издателей, книга священника Владимира Соколова обращается к одной из самых значительных проблем современного мира. Взаимоотношениям культуры и христианства. Автор убедительно показывает, что единственным подлинным источником культуры является Господь Бог. Поэтому религия и культура взаимосвязаны гораздо теснее, чем это принято считать. Среди церковных людей можно слышать мнение, что культура развивается по собственным законам, независящим от религии. Однако это опасное заблуждение. Культура, являясь душевной сферой, питается из высшей сферы. Сферы духа. И вопрос, от какого духа она питается, главный вопрос в оценке её явлений. Сегодняшний человек, удобопреклонный ко греху, считает единственным источником культуры самого себя. Он не хочет слышать о своей греховности, о своих пороках. Но это не повод отвергать культуру, это повод её исследовать. Что автор и делает на страницах данной книги на примере творчества Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Скрябина и других выдающихся её деятелей. Как отмечает автор, в данной книге три основных раздела, посвящённых влиянию религии в области искусства, науки, политики. В эти разделы включены отдельные главы, в которых раскрываются принципиально новые концептуальные подходы к данным отраслям культуры. Задачи широкого плана преломляются в рассмотрении творчества некоторых представителей русской культуры, в отношении которых сложились определённые стереотипы. Например, к творчеству Александра Сергеевича Пушкина Автор считает, что для многих православных Пушкин, к сожалению, это язычник, восхвалявший вакха и киприду, богохульник, написавший кощунственную гаврелиаду. Но мало кто знает, что поэт, испытав сильнейшее потрясение, признал, что это произведение написано им в состоянии одержания, то есть фактически не им. Он принёс покаяние, и последующая его жизнь была трудным возвращением ко Христу. «Кажется, я переродился», — писал Пушкин своему другу Петру Плетнёву. «Это перерождение стало началом нового творческого периода». В это время его светлая поэзия приобретает такую глубину проникновения, что его уже никак нельзя именовать, как только поэтам Света. И это светлое. Световое качество его поэзии, с одной стороны, является свойством, принадлежащим ему лично, с другой — рождается под воздействием его культурной среды. А она формировалась под воздействием, конечно же, православия. Воздействие православной среды отец Владимир, автор данной книги, видит и в творчестве Лермонтова, а также в творчестве Скрябина, о чём также пишется в первой части настоящей книги. Здесь же автор размышляет над вопросом, который волновал людей с древности, что такое талант, и считает, что сегодня все ответы на него сводятся к одной простой формуле. Это природная способность. Но так ли это? Исследованию данного вопроса посвящена соответствующая глава. В частности, отец Владимир пишет, что искать таланты — это жизненная необходимость для любого народа. И если ему удаётся найти и выдвинуть истинные таланты для общественного служения, то такой народ ожидает подлинный общественный успех. Там же, где ищут таланты, служащие самим себе, народ постигает пагуба и масштабная катастрофа. Вторая часть книги задевает такую важную тему, как взаимосвязь разума и религии. Автор отмечает, что в наше время распространилось странное отношение к уму. Нередко можно услышать такие слова, что уму нельзя доверять. Им оправдывается любая ложь, что ум надо в церкви вообще отложить. Он только мешает нам молиться и спасаться. Но так ли учат святые отцы? Отец Владимир обращается к святоотеческим текстам и доказывает, что в них возражений против ума нигде не встречаются. Откуда же тогда появилось это недоверчивое отношение к разуму? Об этом читатель узнает, открыв вторую часть настоящей книги. В этом же разделе отдельные главы посвящены исследованию псевдонаучных стереотипов и тайне воздействия на нас в телевидении как средство передачи информации. Значительное место в книге также уделено проблемам истории, которые в настоящее время вызывают огромный интерес. Сегодня наш народ стоит перед необходимостью своего исторического выбора, а его невозможно совершить без осмысления истории. Тип государства, тип государственного устройства связан вплотную с историческим выбором. По словам автора, в российской истории можно наблюдать одну закономерность. Каждый век начинается с того, что принято назвать «смутным временем», когда наступает кризис в государственной и культурной жизни страны, который заканчивается пересмотром прежних культурных ценностей и изменением социума. Начало XVII века так и было названо «смутным временем». По смерти царя Бориса власть в стране была захвачена алчными боярами, которые чуть не распродали страну. Народная инициатива и была приведена к власти династия Романовых. Началось возрождение культурной и социальной жизни. Петровские реформы начала XVIII века были крутым изменением всей российской жизни, фактически цивилизационным переломом. Война с французами 1812 года стала причиной национального возрождения. Произошло отталкивание от бездумного подражания Западу, что привело к пересмотру ценностей. Восстание декабристов только ускорило этот процесс. XX век начался с двух социальных революций, приведших к изменению государственного строя и культурной перестройке. Начало XXI века разразилось системным кризисом, требующим пересмотра всего мировоззренческого комплекса взглядов на мир и человека. Но, как отмечает автор, XXI век не просто начало следующего века, а ещё и начало нового тысячелетия. В начале этого века, по идее автора, должны быть заложены основы и всего тысячелетия. Поэтому нынешний кризис всеохватный, соответственно, и мировоззренческий перелом будет радикальным. Ростки этого нового мироощущения появляются уже и в углублённом понимании красоты в искусстве, истины в науке, любви в социальном устройстве. Об этих новых ростках, ломающих привычные стереотипы нашего мировоззрения, и размышляет автор на страницах настоящей книги. Субтитры создавал DimaTorzok Имеет ли культура отношение к становлению личности в человеке? Или она есть не более чем наружный покров, который, возможно, и необходим в некоторых случаях, но не является органическим выражением глубинной сути человеческого бытия? Такой вопрос ставит протеерей Георгий Флоровский в своей статье «Вера и культура». Без ответа на этот вопрос, по мнению автора настоящей книги, невозможно вообще рассуждать о культуре. Религиозный мыслитель и богослов лаконично сформулирован полемические вопросы, разоблачающие крайние точки зрения на культуру. Поэтому отец Владимир Соколов, автор данной книги, счел необходимым опубликовать в качестве приложения его статью «Вера и культура», который и завершает настоящее издание. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.